Да, очень любил показательные. Причем, вы знаете, почему я любил показательные? Что попасть на показательные тоже надо было достойно выступать, что попасть на показательные наступления. Поэтому все фигуристы стараются попасть и участвовать в показательных вступлениях. Это тоже показатель определенного мастерства. Меня всегда привлекал, Александр Рубин, соревновательный момент. То есть перебороть кого-то, сделать лучше. Но, понимаете, если в группе не было показательных, то увидели Евгений Плющенко, замечательный показательный номер, Алексей Гудин. Это многие фигуристы, которые раскрылись и показали на себя в другом лице. Это же интересно, понимаете? Это бесспорно. Это бесполезно даже обсуждать, конечно. В боксе, например, нет показательных вступлений, в танке тоже, понимаете, фигурный катание есть. Хотя, я думаю, сейчас в художественной гимнастике появились в танцах, в спортивных танцах, в бальных танцах появились показательные вступления. В первую очередь, конечно, это дело... Скоро дойдет дело и до штанги. Для любителей, для любителей этого вида спорта. Нет, конечно, фигурное катание чем отличается от большинства вида спорта? Это гармония искусства и спорта. Именно борьбы и красоты. Только асы фигурного катания могут и выигрывать, и при этом кататься так, что зал встает в конце их выступления. Вот пока что у британца Хилтона получается кататься... Ух ты, ух ты, вот про что вы говорили. Расслабился, да. Кружок-волчок элемент не посчитал сложным и на нем допустил ошибку. Исполнили замечательные два первых прыжка своей короткой программы. Нельзя, нельзя расслабиться. Короткая программа требует определенного отношения, серьезного отношения к каждому элементу. Мы уже это повторяли и неоднократно, наверное, будем повторять, что нет легких элементов короткой программы. Помимо прочего, с новыми правилами оценится каждый шаг на льду, каждая дуга, каждая тройка. Сейчас оценится каждое движение руками. Аксель. Только двойной. Двойной аксель, к сожалению. Разрешен? Разрешен, да, но мало оценится. Получит меньше оценки. Да, двойной аксель. Это базовая оценка 3,3 балла. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, молодец. 18-летний фигурист Туманного Альбиона Элиот Хилтон. Чемпион страны нынешнего года. Прошлогодний чемпион Британии Джон Хаммер закончил свою карьеру, поскольку произошел у него конфликт с Федерацией фигурного катания Великобритании. Чиновники посчитали, что не нужно его отправлять на чемпионат мира в Токио прошлого сезона, поэтому он сказал, что все, я заканчиваю. Ну и вот новое, новое имя в европейском фигурном катании Элиот Хилтон. Здорово. Только двойное, правда, это луп вторым прыжком. И вот, конечно, здесь досадная-досадная ошибка. Он без прыжка вращения. Без элемента, да, без элемента. Не было элемента вообще, да. И вот невозможно оценить. Вот очень интересный элемент, дорожки шагов. Вот еще, провалился, да, просел на ногу, очень низкое приземление, и не смог отжаться на ноге. Да, 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 да. Еще в комиссии смены ребра. В общем, целый букет ошибок, которые не позволили мне исполнить этот элемент. Это Юрий Бурейко, да. Юрий Бурейко, бывший наш фигурист советский. Очень хорошо катался. Прекрасный наш одиночник. Уже много ли живет в Англии, работает, работает в профессиональных шоу. Сейчас работает тренером. Марина Серова, тоже его фигуристка жена. Они вместе работают на тренером и готовили. Я сейчас не помню фамилия одиночница. Они начали выступать, не вводили. Помните, Андрей, да? Вот. Сейчас не в тренере. Да, но очень... Помню, что вы вводили, но входит в неплохо. Да, очень неплохая, кстати, фигуристка. И было видно, что она от года в год повышалась в профессиону. В данный момент она выступает уже. Вот. А вот этот фигурист сейчас находится под их крылом. Под их опилкой тренерской. И так далее. Принестор сгруппировка на тренера. Продукт сгруппировка на тренера. Это 21,06. Элиот Филтон из Велике Британии. За краткий программ има угупно 46,26 бодова. И тренутно на пятом месте. Элит Филтон Дженна Маккор Дженна Маккор Да, в водилене Очень неплохая фигуристка Обаятельная, нам нравилась всегда ее программа И она как-то отличалась от их Одиночниц Сейчас они уже не работают Дженна поменяла тренера Но раньше, да, раньше Оттался под руководством Юрия Бурейко И Марина Серовой Данил Прибал